Ко мне, как к депутату, очень часто обращаются за помощью. Чьи-то права ущемлены, кого-то нужно защитить, кому-то нужна юридическая помощь, где-то организационная. Часто бывают и просьбы, напрямую связанные с финансами. Например, о строительстве детских площадок, ремонте дорог, зданий, школ, детских садов, благоустройстве территорий, загубке оборудования, инвентаря, повышении зарплат и так далее, так далее, так далее. Какие-то вопросы удается снять и самому, поменять окна в детском саду, купить игрушек, немного помочь спортсменам, культуре, но это все дело бюджетное. Поэтому поговорить я хотел о его финансовых возможностях. Да, бюджет у нас почти всегда сложный и дефицитный. А как его увеличить? Для начала, относиться к бюджету нужно очень взвешенно и не допускать неэффективных трат. А еще, каждый глава должен стараться привлекать дополнительные инвестиции и использовать максимально эффективно то, что у него есть. Например, в Конорском районе местная власть отдала некой ООО в аренду участок земли, якобы для складирования строительных материалов. Только обустройству склада на том участке мешает песчаногравийная смесь, которая осталась от обанкротившегося щебеночного завода. Она как бы ничейная. Поэтому ООО, оценив этот отличный строительный материал всего в 300 тысяч рублей, обратилась в районную администрацию с просьбой использовать его по своему усмотрению. И что самое парадоксальное, администрация не возразила. Зато против выступили депутаты одного из поселений, на чьей территории находятся эти залежи песка. Они своим решением поставили смесь на свой баланс и заказали независимую оценочную экспертизу. И оценка оказалась куда выше той, что сделала ООО более чем 80 раз. Представляете, песчаногравийная смесь по независимой оценке стоит более 24 миллионов рублей. А это почти 4 бюджета местного поселения. Не зная, чем в этой ситуации руководствовалась районная власть, но так поступать, мягко говоря, недальновидно. Поэтому я уже отправил соответствующие обращения с просьбой проверить действия ответственных лиц на коррупцию. Вот такие действия официальных лиц точно на пользу наполняемости бюджета не идут. Как не идет и то, что некоторые крупные предприятия, которые фактически работают в нашем регионе, зарегистрированы совершенно в других и платят налоги по месту регистрации. Это тоже важный момент наполняемости регионального бюджета. А если говорить о бюджете федеральном, то в нашей стране давно пора национализировать производство спирта и табака. Во-первых, это снизит случаи отравлений контрафактной продукцией, а во-вторых, принесет бюджет до нескольких триллионов рублей, что, согласитесь, точно лишним не будет. И это всего лишь несколько примеров, для реализации которых нужна политическая воля. И я надеюсь, что мы скоро все-таки к этому придем. Ведь чтобы денег в бюджете хватало, нужно грамотно тратить свои и привлекать дополнительные. Тогда и начнутся долгожданные ремонты, и оборудование новое закупим, а о развитии уже сможем не просто говорить, а реально воплощать слова в дело.